Зашла в дом и послушала разговоры, что они хотят убегти меня в дурку. Марина, как ты могла? Говорит, я зашла там и задала этим тварям жару. 17-летнюю Марину Зиновьеву обвиняют в краже крупной суммы денег у своей бабушки, а также в поджоге дома, где находились бабушка и учительница. Марина утверждает, что в момент совершения преступления она уехала в соседний поселок на дискотеку, а кражу и поджог совершили соседи. Кому на самом деле понадобилось убивать и грабить двух... Здравствуй, представься, пожалуйста. Зиновьева Марина Николаевна. Марина Николаевна, полных лет сколько? 17. Обвиняешься по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в покушении на убийство, в умышленном уничтожении и повреждении имущества по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса и в краже по части 2 пункту В статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, 26 февраля 2015 года ты украла деньги у своей бабушки Лидии Зиновьевой и подожгла дом, в котором находились и бабушка, и учительница Наталья Шилова. Признаешь свою вину? Нет, конечно, я не брала ее денег, да и дом тем более я не поджигала. Вообще, 26 февраля я после учебы гуляла со своими друзьями в одном поселке, потом мы в другой поселок поехали на дискотеку. Там, в том поселке, мой парень Леха. Мы, короче, с ним поругались, и я уехала оттуда. Ну, конечно, я выпила пиво, и, блин, ну, менты попались и остановили меня по дороге, как назло. Ну, скотины эти, ну, блин, ну, бабушка... Ты так спокойнее, ладно? Слова выбирай. Ну, подписались у меня деньги бабушкины с собой, но, вообще-то, деньги у меня не для этого были. Я и не украла их. Вообще-то, я спасала ее деньги. Потому что бабушка, у нее, в общем, у нее терки были с тетей Галей. Тетя Галя, у нее сын, в общем, он должен был жениться, и ему дом нужен был. А у меня бабка, она как раз наследство получила, дом, все дела, в общем. И она согласилась продать этот дом у тети Галли как раз. В общем, она уже залог взяла, а потом нашлись более выгодные покупатели, и она оттети Галли отказала. Ну, в общем, я считаю, что это тетя Галли. У нее был мотив, она подожгла дом и украла эти деньги. А я, между прочим, деньги спасла, и бабушке теперь на лечение эти деньги понадобятся. Так что мне еще спасибо надо за это сказать. Я вообще тут ни при чем. Это тетя Галли вообще виновата, это ее сын. Они вместе это подстроили и поджег, и деньги украли. Но училка, она вообще... Есть прокурор, но что у нас... Случайно там оказалось? Какие у нас есть показательства? Уважаемый суд, обстоятельства дело таковы, что случайно оказавшаяся в этом доме учительница, вот, Шилова, которая, да, потерпевшая, вот, она находилась действительно в этом доме. В этом же доме находилась вторая потерпевшая, бабушка, вот эта, да, вот. И когда они находились, пили чай, разговаривали о своем, как говорится, о женском, в этот момент почувствовали то, что идет возгорание. Они к двери, дверь закрыта, закрыта, причем снаружи. Учительница, жертвуя собой, вот, совершила геройский поступок, выпрыгнула, во-первых, сама, во-вторых, вытащила бабушку, иначе бы та, ну, действительно, сгорела, потому что находится, ну, в инвалидной коляске. Отчего у нас произошло возгорание? Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, причиной возгорания является поджог. Был дом облит вот этим жидкостью для розжига. Вот эти три бутылочки были найдены недалеко от дома. На бутылочках имеются отпечатки пальцев подсудимых. Ну, конечно, там и отпечатки, у нас в сарае лежали эти бутылки, да я их миллион раз трогал, да? Ваша честь, ну, это не доказательство вообще никакое. Такое доказательство трогала до этого, и в этот день взяла, потрогала, подожгла, облила. Уважаемый суд, далее, когда подсудимую задержали на трассе на следующий день после пожара, в ее рюкзаке были обнаружены вот эти вот ключи. Ключи вот от этого самого замка, который и был заперт снаружи, да? Ну, понятное дело, я там живу, ну, конечно, у меня эти ключи были. Да, конечно же ты там живешь, конечно же, там живешь. Уважаемый суд, Вещин, 26 февраля, она решила сбежать из поселка с деньгами, то есть похитить их из вот этого самого дома. Ранее подсудимая неоднократно привлекалась за распитие спиртных напитков, за хулигансы, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая указывает, что она полностью здорова, отдает отчет в своем действии. По совокупности преступлений, в отсутствие признания, деятельного раскаяния садейным, просим назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания, вставить на колонии. Вашече, да что он несет вообще, да неправда все это на ключи. Блин, да вообще не у меня в одной ключи были. Несет верблюд, а прокурор докладывает обвинение. Хорошо, даже если мне нужны были деньги, я спокойно их взяла и уехала. Зачем мне нужно было поджигать учительницу вместе с бабушкой? Конечно, я ненавижу свою учительницу, я этого не скрываю. Потому что они достали меня все уже своей доучебой и с этими нотациями всеми. Девочка моя, да что ж ты такое говоришь-то? А что, нет, нет? Я заботилась о тебе, я все... Ага, да нужна мне эта забота твоя, конечно, сдалась она мне. Ты не думаешь, как ты занималась, да что ж ты такое говоришь, Марина? Конечно. Да учительница, честно говоря, я была бы рада, если бы она сгорела, но я этого не делала, у меня вообще нету повода для этого. Кто? Я считаю, что у тети Гарри, у нее все мотивы были, у нее были терки с бабкой, потому что она отказала ей в этой продаже, она ей залог вернула. И у нее как бы уже перед свадьбой слетела вот эта идея взять этот дом. Конечно, она хотела и дом, и денег, и отомстить ей хотела. Вы сами подумайте, у меня здесь меньше вообще мотивов было. Вот не понимаю, почему так ваша дочь какая-то, вот такие как-то странно себя ведет. Непонятно. Вам все нормально, почему она живет у бабушки? Бабушку при этом явно совершенно как-то не сильно любит. А что вы не смешиваете, как вы думаете? Ваша честь, ну конечно, это ненормально. Но я ее воспитываю, я в нее... Ага, ну что у меня воспитание твое сдалось, а ну мне как же? Мне задали вопрос, я могу ответить? Отвечай. Доченька, спасибо. Знаете, я работаю, я работник культуры, заслуженный. Я занимаюсь с детьми, у меня прекрасно с детьми идет, мне родители благодарны. Поэтому вы дочь свою отдали бабушке на воспитание. Нет, конечно, но вы же не дослушали. Дело в том, что у меня... Я лажу с любыми детьми, только не со своей дочерью. Я в нее вкладываю душу, вожу ее по театрам. Ага, ты спросил, мне нужны твои театры. На концерты, я читаю ей книги, литературу. Пытаюсь воспитывать ее в лучших традициях классики. Понимаете? Но ни в коня корм. Я думаю, что это просто наследственность дурная. Она в отца пошла. Я не могла ничего с этим поделать. Извините, в 12 лет она уже начинает пить. Наверное, уже знает мужчину, понимаете? Она исчезает из дома. А что, с тобой что ли сидеть, да? Мы ищем с полицией, не оставила ни записки. Конечно бы я ее не отпустила. Через неделю она появляется. Я подняла на уши бабушку, отца. Все морги обошла. Думаю, где она? Полиция, мы ей ищем. Она объявляется. Она была на Черном море. Она поехала автостопом с такими же оторвами, как она. Понимаете? И, конечно, после того, как год назад... После того, как год назад она на меня подняла руку, я уже... Все мои аргументы закончились. А в связи с чем она на вас подняла руку? Вы знаете, что она вообще-то сделала? Я забеременела, да. И я уже все переосмыслила. Я хотела стать хорошей матерью. Я начала в инете искать всякую информацию, как родить ребенка, как его воспитать. Я готовилась к этому дождению ребенка. Ей 15 лет. Тебе 15 лет. Я была 15 лет. Я была готова к этому. Ну, знаете, мама подсунула мне таблетку, у меня был выкидыш. Между прочим, ты меня не спросила, хотела я этого или нет. Я хотела этого ребенка. Я сейчас тебе об этом говорю. Но тебя это никогда не интересовало. Что, чего хотим я? Да что, ты могла отдать этому ребенку. У тебя же ни одной из дверей нет в голове. Да больше, чем ты мне. Ты могла его воспитать, содержать его. Так и что, после этого-то вы решили избавиться от нее, к бабушке отправиться? Да нет, конечно, это было ее решение. Я была против. Но вы понимаете, она не спрашивает, можно или нельзя. Она просто берет и уходит. Лидия Васильевна, скажите, пожалуйста, а вам как удавалось воспитывать Марину? Ну, полгода тому назад я взяла ее к себе домой. Потому что пришла, посмотрела, как она живет с моим сыном. И пришла в ужас. Колька пьет, Верка его, жена тоже пьют. Там неизвестно, что творится. Один раз я пришла, а там она голая, лежит. И с Колькиным другом. Я поняла, что надо что-то делать. Надо спасать девку. Обязательно спасать. Ну, и от этой жизни. И я ее забрала к себе. Но ведь знаете как? Я не могу ее поднять. Потому что у меня не хватает на это сил. Она полностью оторвала. Она плохо делала все. Она никогда дома ничего не делала. Да что я не делала, я ей полыть бы мыло готовила. Да что ты придумываешь-то? Что ж придумываешь? Ты всегда была оторвой. Ну, что я хочу, Ваша честь, сказать. Несмотря на это, я все-таки не верю в то, что она могла спалить дом. И спалить вместе нас. Наталья Семеновна, скажите, пожалуйста, вот 26 февраля вы для чего-то пришли к Зиновьеву. В дом в этот. Ваша честь, год назад я получила классное руководство. Над классом ГИУ учится Марина. Марина девочка трудная, проблемная, агрессивная. И видно, что агрессия для нее способ защиты, так сказать. Да как еще себя можно? Говорю вас с внутренними страховыми комплексами. В школе у нас вообще за день до пожара произошло ЧП. Марина столкнула с лестницей свою одноклассницу Улю Зубанову. Мы думали, все, не выживет Уля. К счастью, все обошлось. В тот вечер с Лидией Васильевной мы обсуждали как раз инцидент на лестнице. Как вдруг начался пожар. Мы побежали в коридор, а дверь оказалась заперта. Ну что делать, пришлось бежать в комнату, где все уже полыхало. Мне с трудом удалось вытолкнуть Лидию Васильевну. И пока я выбирала сама, я получила чудовищные ожоги, которые всю жизнь теперь будут напоминать мне о случившемся. А мне всего лишь навсего-то 30 лет. Я поражена. Ну, я не знаю, кто совершил поджог, но я уверена, что это не Марина. Она хоть и трудный ребенок, но она все же еще девочка. Моя девочка. Я не верю, что это совершила Марина. Ваша честь. Дело в том, что действительно, господин прокурор, нам тут очень много улик против моей подзащитной Марины назвал. Это и замок вот этот вот, и ключи, и жидкость для розжига костра, а также денежные средства, которые были обнаружены тогда, когда Марину задержали. Однако вот все вот эти вот улики, их же по-разному можно трактовать, и туда, и сюда. Почему я об этом говорю? Ну вот, что касается замка и ключей, да. Ну, замок, естественно, все время находился в одном из помещений, а ключи так от замка постоянно были у моей подзащитной, так как она же жила в этом доме. Следовательно, в принципе, отпечатки и могли оставаться и на замке, и, естественно, на ключах, поскольку они были с ней. А вот что касается денег, то здесь несколько ситуаций иная. Ваша честь, эти деньги, эти денежные средства были ей выданы другим человеком, и я его как раз прошу вызвать в качестве свидетеля. Это Зиновьев Николай Леонидович. Он является сыном потерпевшей и отцом подсудимой. Пригласите, пожалуйста, Зиновьева Николая Леонидовича. Сюда присядьте. Николай Леонидович, вы, значит, отец Марины, да? Да. Ну, тут нам адвокат утверждает, что вы ей какие-то деньги давали. Давал. Расскажите. Ну, так получилось, что я взял деньги у матери дома. У меня есть ключ от квартиры. Она у меня стервозная, скандальная старушка, но... Ну, что ты такое говоришь? Мам, ну, не начинай. Коля. В общем, я... У меня ключ есть от квартиры. Ну, а дома нет. Я, соответственно, зашел... Я не украл деньги, я просто у нее взял деньги. И купил он жигуленок у Сереги Ляминова, у друга. Потом мы посидели, конечно, немножко, отметили это дело. Ну, остальные вот Маринке дал деньги, да. То есть украли деньги у своей матери, купили машину... Да машину я... И Маринке дал деньги. Ну, разбил я по пьяни машину, правда. Вот у меня справка, если сгиба. Да, оставьте себе эту справку. Прошу судить меня. Эти деньги взял я. А Марина здесь совершенно моей ни при чем. Уважаемый суд, а позвольте мне взглянуть на справочку вот эту вот, а? Приступ, будьте добры. Пожалуйста, конечно, пожалуйста. Взгляните. Ну, уважаемый суд, обращаю ваше внимание на то, что эта справка датирована тремя неделями ранее до произошедшего. То есть до того момента, когда произошел пожар в доме Зиновьевой. Получается, Николай Леонидович, поясните, пожалуйста, когда именно вы украли деньги у матери, может быть, дом тогда уже заодно подошли в этот момент, да? И сколько денег, поясните, вы взяли у матери? Ну, дом я не поджигал. Хорошо, так. А деньги я взял в начале февраля, а? Так, а сколько? Число не помню, но 50 штук. Так вот, уважаемый, вы украли... Я не украл, товарищ прокурор, я просто у матери взял деньги. Я не у вас их взял из кармана, я взял у матери. Знаете, что я вам скажу вот на это? Лучше бы вы взяли их у меня, я бы просто вас изловил и отправил бы в тюрьму. А вот у матери брать деньги гробовые, это, знаете, на другом суде, я так полагаю, будете отвечать. Я машину купил. Я с вами в дискуссии вступать здесь не намерен, да? Вот, поэтому вы, пожалуйста, меня не прерывайте. Судите меня, если я украл. Уважаемый суд, обращаю внимание, что 50 тысяч он украл, другие деньги, а у Марины было при себе изъято 99 500 рублей. То есть 500 рублей она потратила в придорожном кафе на пиво и еду. Это были те деньги, которые были получены потерпевшей от продажи вот этого самого дома. Уважаемый суд, Марина спокойно ела и пила пивко в то время, когда потерпевшие метались по вот этому горящему дому. Вот, обращаю внимание на следующие преступления. Кроме того, я, скажем так, не все еще доказательства-то вынул из колоды. Вот у меня тут еще есть, как говорится, джокер. А джокер этого зовут Колпин Геннадий Иванович. Я прошу его допросить. Слушай, а что ты здесь делаешь? Вообще, я не понимаю. Что ты, что ты собираешься говорить? Мне непонятно. Ты вообще-то зачем он здесь нужен? Ваша честь, не надо его слушать. А что это вы такая? А что это ты так взволновалась-то? Он ничего не знает об этой ситуации. Но не знает и хорошо помолчит, значит, такая суетат какая-то странная началась. Скажи, пожалуйста, вместе с Мариной учитесь? Да, я ее одноклассник и друг. И я знаю, что происходило в тот вечер, когда загорелся баба Англидендук. Ну, так расскажи, что происходило в тот вечер. В тот день, когда Марина столкнула Улю со ступеней, Класснуха просто как с ума сошла. И она решила законопатить Маринку в дурку. Ну, и я в тот день еще оставался на дежурстве мыть полы. И послушал беседу Класснухи с директором. Они разговаривали о том, что хотят ее пиктив в дурку. Возвращаясь домой, я увидел, что Класснуха идет к Маринкиной бабушке. Я ей сразу отбил смс, что домой возвращайся, потому что тебя могут завтра в дурку отправить. Ну, и она приехала с каким-то хахалем и пошла домой разбираться. Я пошел домой делать уроки. Через некоторое время заорился дом бабы Лиды. И мне сразу пришло смс. Спасибо, что предупредил. Я тихо зашла в дом и послушала разговор, что они хотят упекти меня в дурку. Марина, как ты могла? Ваша честь, я не писала этого. Дальше, дальше что? Говорит, я зажгла там и задала этим тварям жары. Вот, судя, что это попали. Ты не был такой, что ты вообще придумываешь? Ваши есть не было. Да он сам все понимает. Да он сам меня таков. Это специально. Да не же люди, можно было подумать головой, что ты делаешь. Да что ты говоришь? Он не предатель, ты гад. Заткнись вообще. Ваша честь, он сам мне взял телефон и написал, что это не по телефону. Взрослый человек, уважаемый суд, есть другие смс-ки, в которых она точно так же писала свидетелю обвинения о том, что желает смерти бабушке. Потерпевшим. И мечтает, ой, свидетелю обвинения она писала. Ну понятно. То, что и мечтает избавиться от своей, как говорится, навязчивой, надоевшей, старой, гранатичной бабушки. Ну так и что, так все и было, писала такие смс-ки? Ты не писала, я не была этого, ваша честь. Он придумал все это. Ты что-то, товарищ, я придумываю, что ты что-то делаешь. Зачем ты это говоришь? Отпустите меня. Надо пластиковые носить в следующий раз. Пристав, пока лечиться можем. Наталья Семеновна, объясните, пожалуйста, что все-таки за история с психиатрической больницей? Куда хотели девочку отправить? Ваша честь, в тот вечер я пришла к Лидии Васильевне, чтобы убедить ее, как попечителя Марины, чтобы та подписала разрешение на психиатрическое обследование Марины и последующее ее лечение. Нужно было что-то предпринимать. Мы с директором школы решили, что это будет самый лучший вариант. И прежде всего, для Марины. Ведь родители Ули Зубановой все-таки решили написать заявление в полицию. Если бы ее отправили в специнтернат, то она бы там окончательно с ума сошла бы и не вышла бы оттуда бы никогда. Я просто поражена. Я хотела спасти, все делала для того, чтобы тебе как... Геннадий, я могу отпустить вас из зал судебного заседания, чтобы вам просто привести себя в порядок, потому что понимаю, что вам не очень комфортно. Ваша честь, мы договаривались с Натальей Семеновной о том, чтобы помочь девочке. Девочка-то хорошая, у нее доброе сердце, но получилось так, что она оторвала. И вот мы хотели ее просто подлечить. В связи с этим мы и это самое. Мы же не знали, Ваша честь, что она подслушивает разговор. Мы не знали. Поэтому хотели это сделать тихо, спокойно, без нее. Ну, так что, Марин, как-то странно, столько всяких у тебя тут получается СМС-сообщений. Ваша честь, вы правду хотите, да? Вы знаете, просто вокруг меня одни уроды, все одни предатели. И в первую очередь и бабушка, и моя класснуха. Просто я домой пришла и подслушала их разговор. Моя класснуха пришла и документ какой-то бабушке принесла и говорит, ты, значит, подпиши. И как она в школу придет, она ничего знать не будет, а я там уже из психушки жду. Да они просто меня в психушку хотели загнать, понимаете? Просто это предательство какое-то. Я думала, что у меня друзья есть, родители, одноклассники. Меня все просто, меня все предали. И мать моя, и в школе все. И я не знаю, у меня просто нет ни одного близкого человека. И с парнем я поругалась на дискотеке. Я не знаю просто вообще, к кому за помощью обратиться. Вы понимаете, как это ужасно, когда вдруг одни уроды просто забрались. Предатели, я ненавижу вас всех, чтобы сдохли. Ну, так и что, что ты забрала деньги-то из шкафа? Да, я и деньги забрала, и подожгла их. Я хотела, чтобы они сгорели там. Я жалею только о том, что они не сгорели. Реально, Валя, в вашем случае, реальную меру. Суд удаляется для вынесения приговора. Зиновьева Марина Николаевна признать виновной по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105, части 2 пункт УВ статьи 158, части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы с равномерности 7 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Говоришь, не жалеешь? Почему ты понимаешь, как интересно? Вот ты сама рассказывала, как тебе хотелось, будучи беременной в 15 лет, родить ребенка, а мама тебе какую-то таблетку подбросила. Как тебе было больно, как тебе было ужасно. То есть ты испытала боль, ты испытала боль утраты, ты испытала то, что не каждый взрослый испытал. И при этом то чувство тебя совершенно не остановило от совершения такого адского совершенно преступления. Бабушку, учительницу, хочу, чтобы они умерли, потому что меня в психушку. Показываешь здесь всем, какая ты крутая, как я круто сделала, заперла людей, подожгла, чтобы сгорели. И ты считаешь, что тебя кто-то что, похвалит. Я тебя уверяю, что ты ошибаешься. Вы заслуженный, кто там, педагог. Я не знаю, в чем ваша заслуга. Со всеми могу, кроме с дочерью. Так не бывает. Если вы рассказываете, что вы педагог с таким стажем и такого о себе мнения, и вы своей дочке, не говорите, что ну что ж, затянем пояс и будем воспитывать. Ну а куда деваться? Может быть она была бы абсолютно иным человеком. И может ничего бы в ее жизни не случилось. Нет. Вы пошли бы по другому пути. Идешь к своему папаше, вот и иди давай. И плевать вам было, что она жила с инвалидом. Вы что, серьезно думали, что она там сидит, бабушке что ли помогает в этом доме и ничего другого не делает, что она, что ромашка растет? Вам плевать на это было. Как ей сейчас на вас, кстати. Как и на бабушку, которая ее приютила. Да я... Посиди семь лет, подумай. Может выйдешь с другим человеком. Судебное заседание закончено. Ну что, будем вам жаловать? Или вы хотите избавиться от дочек? Катите бабушку к выходу. А я думаю, обжаловать надо. Хоть на один раз. Берете и катите. Уже хлеб, как говорится. Уже великолепно. Вставайте, вставайте. Уже отлично. Уже отлично. Уже отлично. Уже отлично. Уже отлично.